Дорогие друзья, заканчивается 2023 год. Год во всех отношениях для нашей страны был непростым, но мы с вами в первую очередь про налоговое право, налоговый мир, налоговую атмосферу, которая сопровождала нас весь этот год. И в этом отношении год, наверное, тоже был весьма интересным, нелегким, необычным. Наверное, главным налоговым событием этого года стала не денонсация, а приостановление международных соглашений с большинством западных, или, к сожалению, на сегодняшний день недружественных Российской Федерации стран, что повлекло, конечно же, колоссальные изменения, колоссальные сдвиги в международном налоговом планировании, международном налогообложении, в структурировании сделок и прочее. Ну и, конечно же, мы наблюдали весь этот год различные тренды, присущие налоговому контролю, ужесточению налогового контроля, даже локального увеличения количества налоговых проверок, ужесточение отдельных вопросов, связанных, например, с налоговым администрированием, более такие жесткие подходы с стороны налоговых органов к проверкам налогоплательщиков, но с другой стороны, другой рукой ФНС протягивает другую руку налогоплательщикам, предлагает им, например, реструктуризации долга и другие механизмы, которые позволяют сохранить наилучшим образом бизнес после проведения налоговой проверки, после доначисления тех или иных спорных сумм налогов. Огромное количество законодательных поправок, конечно же, мы увидели в этом году. Одна из последних как раз вышла в конце ноября, уже под занавес года, как водится. И там мы, опять же, к великому сожалению, вместе с положительными однозначно поправками, связанными с такой минимизацией, что ли, негативных налоговых последствий от расторжения соглашений, от приостановки, вернее, соглашения, приостановления соглашений, мы увидели такой тренд, совершенно четко обозначившийся на ужеточении контроля за внутрихолдинговыми сделками, за трансграничными сделками, ну и в общем, в широком смысле, за контролируемыми сделками с точки зрения трансферного ценообразования. Наверное, вот и практика судебная, да, которая сопровождала нас в этом году, она тоже не показала какой-то однозначной направленности, потому что в какие-то месяцы мы видели тренды на улучшение отношений к налогоплательщикам, по делам они обоснованы налоговой выгоде, по каким-то методологическим спорам. В другие периоды мы видели откаты, к сожалению, от прежних позиций некоторых, да, или некоторые актуальные вопросы для крупного бизнеса, в том числе, да, и не только для крупного, суды не очень хотели пересматривать. И Верховный суд, к сожалению, опять же, приходится констатировать, в меньшей степени сейчас стала интересоваться налоговая тематика, потому что просто статистически, по сравнению с предыдущими годами, намного меньше, где рассматриваются Верховным судом Российской Федерации по налоговым спорам, и примерно почти вдвое упало количество подобного рода дел, и значительная часть из них стала рассматриваться по жалобам Федеральной налоговой службы, а не по жалобам налогоплательщиков, как мы привыкли в предыдущие годы. С другой стороны, все, мне кажется, не настолько плохо, потому что бизнес продолжает жить. Мы видим усилия Федеральной налоговой службы не только по направлению ужесточения контроля за отдельными налогоплательщиками, но и попытки выстроить более-менее стабильную практику по отдельным вопросам. Мы видим попытки разъяснять те или иные тренды, те или иные поправки в законодательство и прочее. Мы видим возможности на региональных уровнях применения различных налоговых льгот, опять же, по своей работе, по своей практике мы это можем наблюдать. Мы видим возможности для повышения налоговой эффективности законными, легальными методами. Мы видим, как отдельные налогоорганы, отдельные сотрудники готовы идти навстречу бизнесу, слушать разумные аргументы и слышать бизнес. Это тоже все присутствует в нашем пространстве, формирует его как такую очень сложную, разноцветную, многогранную мозаику тех отношений, которые выстраиваются между государством и налогоплательщиком. Я уверен, что следующий год он будет не менее интересен. Нас обязательно ждет большое количество, опять же, налоговых изменений. Я абсолютно уверен, что они будут, потому что налоговая система – такой очень чуткий инструмент и очень такой инструмент тонкой настройки отношений, опять же, между гражданами, бизнесом и государством. И, конечно же, этим инструментом государство будет очень активно пользоваться. Он будет влиять, в свою очередь, не только на поступление налогов и сборов, на пополнение государственной казны, но и на поведение тех или иных многоплательщиков, на принятие ими решения о продолжении или ведении бизнеса в Российской Федерации, либо все-таки миграции в другие страны, либо прекращение ведения бизнеса. Об этом, смею надеяться, наши регуляторы тоже не забывают об этой, или такой регулирующей в широком смысле функции, налогов. И мы видели как раз это проявление через различного рода налоговые послабления, налоговые льготы, которые стали достаточно часто встречающимся явлением за последние 4 года, начиная с пандемии 2020-го. И хочется надеяться, что в свете тех послаблений, наверное, которые были, следующий год тоже принесет свои хорошие плоды. Некоторые послабления, они, может быть, продолжат свое действие, такие, например, отмена двойной ставки пени, которая должна произойти, вернее, наоборот, ограничение по взысканию пени в двойном размере, которое действует до конца 2023 года. До 4 года оно должно быть отменено, и будет взыскиваться, по сути, пеня по ставке эффективность выше 30, сильно за 30% годовых. Ну, хочется надеяться, чтобы от подобного рода меры поддержки страны государства, они, меры поддержки, естественно, не в виде двойной ставки, а в виде отмены двойной ставки, они найдут свое место. Так же, как и продление различного рода льготных режимов, да, этого мы ожидаем и по IT-льготам, по инвестиционным льготам, мы ожидаем больше стабильности, больше гарантии с точки зрения налоговых режимов, налогового законодательства для бизнеса, чтобы он мог лучше планировать свою деятельность, хотя бы в этих отношениях, хотя бы какую-то точку опоры найти в этом сложном и турбулентном мире. Пусть это будет в кои-веки, наконец-то, налоговая сфера, налоговые правоотношения, налоговое законодательство. А я, со своей стороны, желаю вам найти и свою точку опоры, не только профессиональную, но и личную в наступающем году, чтобы он прошел вас крайне успешно, удачно и никоим образом вас не разочаровал. Всего вам доброго.